Славочка сказал, что времена скоро наступят хуже, чем при Сталине. Во-первых, ученые, они эти чипы не только для людей приготовили, и для животных. Вот возьмите ворона, да? Он же долго живет. Чего бы этому чипированному ворону не летать и не собирать всю информацию, как они хотят? Они же на каждом столбе, наверное, скоро эти чипы поставят. И все это, Славочка сказал, будет работать против человека, особенно православного. Поэтому люди, говорят, шепотом будут разговаривать на улице, и все равно все будет записано, все будет слышно. Полный контроль над душой и телом. Поэтому Славочка сказал, времена будут хуже, чем при Сталине. Поэтому вот эти все и мыши, и там всякие и люди, и птицы, и под водой, и на земле, все везде будет слышимо, все будет фиксироваться. Я уже не говорю про сотовые телефоны. Этот сотовый телефон мне уже столько пакостей сделал. Вот расскажу так вкратце одну историю. Когда везли вот эту икону, а я так хотела, чтобы у Славочки была эта икона, и мне звонят из Воронежа сестры и говорят, Валентина Афанасьевна, мы везем икону во весь рост. А я стояла и думала, где бы мне Христа Спасителя во весь рост. Они говорят, вот, говорит, мы везем. Я говорю, какую икону? Христа Спасителя, Иисуса Христу Прядущему. Я говорю, да как вы догадались? Да какие же вы умницы, да какие же вы вообще молодцы, да я настолько вам благодарна. Они все шестеро или семеро их было по телефону слышат, моим голосом им говорят, кто вас спросил, что это вы мне везете, зачем она мне нужна? Это по сотовым, это уже сейчас. И они решили, может, проводнику оставить икону? Ну что она подумает, скажет, что это за верующие. В поезде они ее не оставили. Они с поезда вышли, решили в переходе оставить, но в переходе негде поставить. И вот я их встречаю с такой радостью, они на меня вот так вот смотрят, скажут, что совсем что-то не то, с такой насторожностью. Я говорю, а где икона? Они, ну вот мы хотели проводнику оставить, хотели в переходе, но мы вот с иконой. Я говорю, я ничего не поняла. В каком переходе вы хотели мою икону оставить? Пока это выяснилось, что сделал телефон. Пожалуйста, это уже сейчас. А эти вороны, всякие вот эти, они везде сидят. Что им все не фиксировать? Славочка сказала, что так оно и будет. Все будет фиксировать, все, что говорит человек. Это все на человека. Да, Славочка как сказал, что когда, особенно, когда попытаются изменить все церковные службы, особенно символ веры изменят или отменят, православные христиане, они просто перестанут ходить в эти храмы. Они перестанут верить. Вот, и они будут бояться заходить. Вот представьте себе фантастику, невероятную, совершенно невероятную, в иконе Чип. Вот уж фантастика хлеще, чем, например, обтянутый кожу инопланетянин, да? В иконе Чип. Вот. Какой христианин, зная, что там Чип стоит, будет молиться? Кто будет стоять и просить? Кого уже просить? Кто там записывает? Это же не от Бога все. Так вот, Славочка сказал, что люди будут бояться. Боятся чипированные иконы, боятся будут того, что происходит. Особенно поразит отмена символа веры или его изменения. Поэтому люди перестанут ходить в храмах. И вот эти пустые, вот такого красивого музейного вида храмы, они опустеют. И поэтому им потом разрешат там типа мастерские столярные делать. Хоть что-то, хоть как-то, чтобы хоть как-то оправдывать, да? Вот аренду или как там все это бывает у политиков. Это мне уже Утрак не объяснял. В общем, сказал, что люди посещать храмы перестанут. А Славочка сказала, что это очень печально, потому что в храм надо ходить до последнего. Даже когда изменят или отменят символ веры, надо искать священника, который Бога не предал, который служит по-старому и принимать причастие, исповедуясь в грехах. Иначе, говорит мамочка, люди не выдержат, они будут глупеть. Славочка сказал, что печать такого желания, как вот такового, да? Как вот говорят, выберешь или хлеб, или крест. Понимать это можно по-разному, хлеб и крест. Кто знает, кто из святых и что говорил, вкладывая в этот смысл. Вот. Славочка сказал, что насильно будут чипировать. Будет стоять каталажка, будут смотреть, едут в машине, сколько человек, все или нет чипированные. Если кто-то не чипированный, останавливает гаишник или войска там это типа, ну вот эти бригады, останавливают машину, зачипируют и езжай себе дальше. Поэтому христиане на дорогах ни ходить, ни ездить не будут. Поэтому подальше от федеральных трасс христианину нужно уходить. И вы знаете, даже вот эти эшелоны, да, вот говорят, двинется первый эшелон, ты цепляйся за колеса и типа едь, да, убегай. Но это же все равно образно сказано. Вот представьте себе, эшелон, он двинулся, за какие колеса ты к нему прицепишься-то? Значит, это надо понимать образно. Вот двинулись эшелоны уже. Люди разъезжаются уже кто в деревню, кто к своим родственникам. Они уже поняли, как в народе говорят, что пахнет керосином, да? И вот разъезжаются. Поэтому, конечно, люди будут уходить, храмы будут поставать. И вообще, есть диск, где я сама с разумлением услышала, что Славочка сказал, что почти все храмы будут заняты Антихристом. И в чем людей обвинять? Люди душой своей чувствуют, что что-то не так. И разбегаются, разъезжаются. Пошли уже эшелоны. А те, кто там что-то думает, ехать, не ехать, бросать, не бросать, вот им и совет, хватайтесь за колеса. Ну, можно понимать и так. Берите пример. Ну, какие эшелоны? Кто их будет грузить? И насчет вот этого хлеба, крест, выбор вот такой стоит, что вот типа я вот выберу, чипировать меня будут или не будут чипировать. А кто ННН выбирал или не выбирал? Кто спрашивал? Одни кричат, мы благословляем, берите, да? А правительство их насильно выдает. То говорили вначале бизнесменам, а сейчас уже и у младенцев, у всех эти ННН. Значит, это что, ложь? Точно так же будет и с чипами. Они уже готовы. Кто-то их просит, эти чипы? Никто ничего не просит. А они уже готовы, в новостях показали. Несколько ящичков металлических, плоскеньких, на всю страну стоят чипы на каждого человечка. Вот, может, даже и с запасом. Вдруг кто родится, сразу раз, и чип. Вот такая вот, не будет никакого выбора. Могут сказать, что вот это вот я там что-то придумала насчет вот этих чипов, что кто-то там говорит, а я вот взяла на вооружение вот это все. Это неправда. Я про эти чипы рассказываю больше 20 лет людям. И говорю то, что говорил Отрак. Что чипированный человек, это очень страшно. Это не человек. Это совершенно управляемый через компьютер вот тело. Поэтому о душе тут говорить нечего. И поэтому сейчас, насколько вот я прочитала в журнале, хвалятся, что там 3 миллиона чипов получили, там 350 тысяч подготовили. Да я так поняла, на всю Россию подготовили эти чипы. На всю, на каждого новорожденного. Теперь нам всем предлагают, чтобы мы это приняли. А мне не надо. А зачем? Ну вот они говорят, ради спасения. Ну завалила меня, ну попала я под завал. И что, они поспешат, прямо вертолёк пригонят, чтобы меня что ли вытащить? Да ещё вдобавок Славочка сказал, что те, кто получит вот эти микрочипы, вот, а потом они обязательно все получат печать, они помереть-то не смогут. И в то же время сказал христиан, никто Бога не предаст. Они тоже никто, говорит, не помрёт ни от голода, ничего. Просто потерпят вот эти лишения, тягот и гонения. Ну, наверное, стоит потерпеть. Поэтому Бог судья всему этому. Я говорю то, что слышала от Славы. Совершенно не заинтересованный человек. Ни в политике, нигде. Я уже сказала, батюшка, что будет такая прослушка, что люди будут бояться на улице разговаривать. Они на улице будут шёпотом разговаривать, Славочка сказал, и всё равно оно будет всё фиксировать. И христиане будут очень гонимые. Они вынуждены сами будут куда-то уходить и что-то предпринимать. Потому что священников, Славочка сказал, те, кто не предаст Бога, их убивать будут. Даже вообще, вот как Славочка сказал, при Сталине ещё там хоть кто-то что-то там говорил, хоть что-то как-то объяснялось. А здесь просто будут брать и убивать. Или он сказал, просто несогласные будут вешать в храме монахов, священников в первую очередь. И мирян тоже. Но поначалу, Славочка сказал, всё-таки обратят внимание на верное Богу духовенство. Славочка сказал, что те, кто не примет печати, сатанинских печатей, от голода, они никто не умрёт. Будет тяжело какое-то время. Тяжело от чего? Они почувствуют как бы оставленность. Как бы вот кругом враги-враги, а человек один. Или немножечко там людей, поселение какое-то там. И они, говорит, будут чувствовать вот такую, говорит, какую-то оставленность. Но это будет очень короткое время. И никто, Славочка сказал, ни один человек, который не предал Бога, от голода не умрёт. Они немного потерпят тяготы решений. И потом Господь им начнёт помогать. Потому что все огромные города, все центральные дороги, как Славочка сказал, все будут заняты вот этими полицейскими войсками. И христиане, кто не предал Христа, они просто сами по себе будут вынуждены уходить от такого общества и где-то скрываться. И вот им скрываться и будет помогать Господь. И они его дождутся. И Славочка сказал, ни один мамочка, кто не предаст Бога, ни один не умрёт. Славочка сказал, что нужно уходить на землю. Потому что будет зной, дождя не будет, воды не будет. Но те люди, которые не предадут Бога, Господь позволит хоть что-то из овощей вырастить на огороде, на земле. Славочка сказал, своих Бог убережёт. Они будут жить небольшими поселениями. Они будут, как Славочка сказал, поначалу они потерпят тяготые лишения. А затем они будут жить свободно, потому что их Бог будет закрывать. И они будут невидимы вот этим силам. Силам вот этим нечистым они будут невидимы. Потому что зомбированные полицейские, они не будут видеть этого человека. Ни до дома этого видеть не будут. Ни человека не будут видеть. Нигде человек укрылся. А там, где, вот Славочка сказал, где вот скопление массовое людей, которые не подумали ни о чём, приняли печать и всё. Вот они будут жить настолько праздные и веселые, что им будет не до этих христиан. Они им не нужны будут. Но потом, затем Славочка сказал, они сами пойдут искать этих христиан. Такое появится у них зло, потому что они почувствуют, как приближается Господь. И всё растает вот такое. И они, говорит, будут искать христиан, готовые разорвать от злости, что те уцелели. Славочка сказал, что даже те, кто своих ребятишек убережёт, в поселение сохранять будет. Эти ребятишки, подростки, они всё равно будут искать любые пути и дороги, чтобы вырваться от родителей. Потому что Славочка сказал, что поначалу у дьявола будет очень весело. Там и музыка, и гулянки. И как Славочка сказал, что разрешит все пороки. И он удивился, сказал, мамочка, какие бессовестные тётеньки. Они такое будут делать. В общем, вот это всё будет разрешено. И христианские ребятишки, за ними надо будет смотреть. Потому что они будут пытаться от родителей удрать к мировому правителю, потому что у него весело. Сказал, какие будут женщины. Он сказал, мамочка, какие тётеньки будут бессовестные. Его это так поражало. Как они, говорит, будут одеваться. Как им будут рекламировать вот это вот всё, что они там достойны. Будут показывать всякую ерунду и будут говорить, что они этого достойны. Женщины будут думать, что они этого достойны. И одежды, говорит, на них не будет почти никакой. Они, говорит, в основном, раздетые будут, а не одетые. Вижу отступление вот такое. Под видом правды вот это криво-то. Он сказал, самое главное, самое страшное. Что люди слишком быстро предают Бога из-за выгоды. Славочка сказал, когда начнётся тяжёлое время раздела, церковное в среде. И одни могут говорить, что берите печати. Другие будут говорить, не берите печати. Нужно ходить к тем священникам, которые служат по-старому. Которые не меняют ни символа веры, никаких новшеств не принимают. Вот Славочка сказал, что будут такие священники, чтобы искали таких священников и ходили к ним до конца, чтобы посещали церковь. Когда затронули разговор о монахах, Троице Сергиеве Лавре, даже где-то записан его голосок, когда он говорил о том, что там, говорит, будет в основном работа. Монахи в Троице Сергиеве Лавре в основе своей почти ничего знать не будут, что будет происходить в миру. Какие им грозят последствия из этого мира, что там будут решать, какие проблемы. И они будут в неведении, они просто будут работать. И когда у них будет время вот такое вот, молиться будут, но в основном будет работа и неведение, что же происходит. И потом, когда вот это вот все наступит, такое время, когда кто-то уйдет из монастыря, заранее подготовившись, а в основном масса, основная монахов, будет брошена, а Лавра придет в запустение. То есть она не разрушена будет, но она будет в запустение. И вот эти монахи, то отойдут от Лавры, походят-походят, обратно вернутся к себе домой, посидят, говорит, там, опять разойдутся, а потом, говорит, окончательно разбредутся по всему миру. Вот так вот он сказал о монахах. Славочка, когда смотрел, как мы живем, он частенько держался в области сердца. Он вот так вот возьмется и вот так вот как... и стоит и смотрит. Говорит, мамочка, ну как люди не понимают? Им все равно каждому придется к Богу идти. И что они скажут Богу? Ведь это же грех – бегать из религии в религию. Я спросила, как это – бегать из религии в религию? Их не так уж много, религии-то. А он мне объяснил. Вот они, говорит, идут в церковь, потом бегут, говорит, в какой-нибудь центр. В этом центре они там что-то послушают, им становится плохо. Они снова бегут в церковь. Им в церкви помогут. Они какое-то время, говорит, посидят, вот облегчение такое почувствуют. Потом снова где-то что-то интересное. Они снова туда бегут. Вот так вот они будут бегать по всяким центрам, возвращаться в храм. И в конечном итоге, как Славочка сказал, как же он сказал, головушка поедет. Вроде так он выразился. То есть итог таких людей, которые так себя ведут – это поехавшая головушка. И Славочка сказал, вот уезжают за границу, бросают родину. Уезжают, конечно же, за деньгами. Как бы ни говорили патриотические слова и не искали каких-то попричин, это просто более комфортная, спокойная жизнь. И ребенка такого, как Славочка, обмануть было невозможно. И он говорил, что мамочка грех им бросать родину в такое тяжелое время. Люди должны в такое тяжелое время оставаться у себя на родине и ей помогать. А особенно, говорит, великий грех, когда люди именно из-за денег бросают свое отечество. Да, Славочка сказал, что великий грех из-за выгоды, какая бы она ни была, предавать Бога. Потому что Славочка изумлялся и говорил, как же так? Они разве не понимают, что все равно им придется к Богу каждому идти? И что он скажет Богу? Вот. И он часто говорил, мамочка, весь мир погубит выгода. Он так часто это говорил, это почти постоянными его словами были. Последнее время он всегда изумлялся и говорил, мамочка, все выгадывают, весь мир погубит выгода. Вот сейчас участились такие письма, очень странного такого характера. Просто я не в состоянии быть и на кладбище, и людям отвечать на письма. Поэтому я попросила Нину Анатольевну, сказала, говорю, Ниночка, я понимаю, тебе 60 с лишним лет, тебе все это утомительно. Но если ты не будешь отвечать на письма, люди не будут получать ответов. Я просто не могу физически. И вообще я жутко не люблю писать с детства. И она взяла Нину Анатольевну на себя такую вот эту вот тяжелую ношу отвечать иногда людям. И вот в последнее время она уже пришла ко мне, утомленная такая, подает мне пачку писем и говорит, все, не могу больше я. Валентина Афанасьевна, ну она меня с матушкой зовет, она говорит, матушка, вы посмотрите, что только они пишут. Я говорю, Ниночка, я их предварительно почитала, прежде чем тебе отдать. Я говорю, все равно почитала. Вот вы понимаете, что происходит сейчас с людьми? Вот эти вот сущности, да, которых называют бесы, вот когда идет такое большое отступничество, вот зачастую приходится сталкиваться, или это католический бывший священник, или наш, это не важно. Но как только они начинают отступать, бесы начинают немного погодя этого человека, они просто их, как вот в письмах, судя по письмам, они их просто насилуют. Где угодно. Стоит монахиня в храме, они в храме с ней это делают. Едет ли она в автобусе, они в автобусе это делают. Это не моя фантазия, это одно и то же говорят люди, и в основном те, кто служит в церкви. Простых людей, вот простых, кто на заводах работает везде и всюду, как-то я от них ни разу этого не слышала. А вот от духовных лиц у меня уже Ниночка возопила. Она принесла мне эти письма, я их, конечно, за исключение, может, одного-два письма оставила, все остальное я порвала. Потому что дома держать мне их не хочется, они вызывают чувство брезгливости. Ну, за все надо платить, а за отступничество тем более. Вот такая тяжелая цена. Или детей начинают их вот так вот трогать. Что самое интересное, это каким-то образом связано с кровью. Они говорят, что аж вся кровь бурлит, кипит, и нету в организме ни одной клеточки, которая могла бы отдохнуть от этого вот этого состояния. Вот таким вот образом все происходит. Слава сказал, что это служением напрямую дьяволу преисподней, когда богатство, и ради него предается Бог. Славочка сказал, что люди из-за золота убивают друг друга, гоняются за ним, обогащаются этим золотом. А потом оно, когда не будет воды, когда деревья перестанут расти, когда на огородах ничего никто не сможет вырасти, когда планета будет в таком запустении, вместо воды будет появляться на поверхность золота. Золота будет столько много, оно будет блестеть, как озерцо, что люди и подумают, может быть, там вода, а там золото. Пить будет очень хотеться, будет жара нестерпимая. И вот эта вода, вонючая, как кровь, будет поставлена на это золото, чтобы хоть как-то ее подогреть, чтобы можно было ее проглотить, эту воду. А золото, он сказал, мамочка, будет строительным материалом будущего века. Словочка сказал, что появятся деньги мирового правителя вначале, перед тем, как появиться правителю, будут его деньги. Дела с деньгами пойдут удачно, будут они называться евро. Почти все, когда перейдут на евро, последней страной будет Америка, которая тоже перейдет на евро.